Я Николаевич Авдеев, член корреспондента Российской Академии Наук, он только что приехал с заседания РАН. Как там на небесах, расскажите? Как поставили без власти Академии? Всё сложно, всё и непонятно, что там будет. Итак, уважаемые коллеги, спасибо, Андрей Станиславович, за предоставленную возможность. У меня не так много времени, поэтому, говоря о тяжёлой принимании, конечно, я понимаю, что в аудитории в основном сидят специалисты-пульмонологи, терапевты. Я, конечно, скажу, что эта тема больше интересна специалистам по интенсивной терапии, но сегодня жизнь устроена так, что и в отделении интенсивной терапии зовут, в первую очередь, терапевта или пульмонолога, чтобы помочь расписать антибиотикотерапию, другую терапию, чтобы помочь, в общем, вывести нашего пациента из тяжёлого состояния. В Российской Федерации существуют официальные рекомендации Российского республиканного общества и МАКМАХ, они представлены здесь, рекомендации 2014 года. И, в общем, моя презентация ни в коем мере не противоречит данных рекомендациям. То есть эти рекомендации являются действующими. Проблема. Ну, на самом деле, я приведу некий пример из Германии. В Германии есть очень хорошее исследование КАПНЭЦ. Оно учитывает все до одного случая пневмонии, которые случились в этой стране. И с точки зрения этого инструмента, статистики, мы получаем очень интересную информацию. Тяжёлая пневмония в целом встречается около 5% всех больных с пневмонией. Но это самые сложные пациенты. Интубация, трахея и искусственная вентиляция лёгких требуется у 64%. И летальность среди тяжёлой пневмонии через один месяц, вот начало поступления, составляет 27%. То есть она очень и очень высокая. Итак, что такое тяжёлая пневмония? Вот тот снимок того пациента, которого вы наверняка неоднократно видели. Но обратите внимание, что, во-первых, огромный инфильтрат означает, что уменьшена поверхность газообмена. Будет дыхательная недостаточность. И второе, огромный инфильтрат, состоящий из чего? Из воспалительных элементов, означает, что в организме есть тоже большой воспалительный очаг. И, безусловно, живой организм будет с ним бороться, будет отвечать на эту инфекцию. И мы увидим другое осложнение под названием сепсис. Итак, действительно, если посмотреть некие статистические данные, от чего умирают больные с пневмонией, представлено исследование, где есть ранняя смертность до одного месяца, поздняя летальность после одного месяца. Но обратите внимание, независимо от этих временных критериев, главные причины смерти больных с тяжелой пневмонией – это острая дыхательная недостаточность и септический шок или сепсис. Все остальное – это тоже важные причины смерти, но они встречаются реже. Итак, если четко отвечать на вопрос, что такое тяжелая пневмония, не давать словесных определений, мы сегодня можем привести к критерии, которые на самом деле являются очень важными. Они позволяют нам сказать, что у этого конкретного пациента, который находится перед нами в отделении пульмонологии или в отделении интенсивной терапии, есть действительно тяжелое пневмония. Итак, это так называемые критерии тяжелой внебольничной пневмонии. Они имеют многих авторов, качуют из рекомендаций в рекомендации. Почему? Потому что они действительно являются очень хорошими. Обратите внимание, один большой или три малых критерия нужно набрать для того, чтобы сказать, что это тяжелая пневмония. Большой критерий, я начну снизу, потребность ВВЛ. Почему? Острая дыхательная недостаточность. Септический шок с потребностью водопрессов, но это все говорит за себя. Тяжелый сепсис, септический шок. И если мы посмотрим малые критерии, то мы опять же увидим, что это все те же самые критерии острой дыхательной недостаточности, тохипноя, гипоксимия, мультиалабарные фильтраты, спутность сознания. Или сепсис, та же спутность сознания, уремия, лекопения, тромбоцитопения, гипотермия, гипотензия. То есть, по сути дела, тяжелая пневмония потому, что у пациента с пневмонией есть либо острая дыхательная недостаточность, либо тяжелая сепсис, а часто бывает, что есть и то, и другое. И обратите внимание, это исследование, которое посвящено летальности пациентов. Здесь три группы. Первая группа – у больных есть пневмония, нет острой дыхательной недостаточности, нет сепсиса. Их летальность – 4%. Вторая группа – пациенты с пневмонией и с дыхательной недостаточностью. Летальность уже выше 9%. Ну, наконец, третья группа – есть пневмония, есть острая дыхательная недостаточность, есть септический шок. Летальность здесь – 27%. То есть два больших осложнения пневмонии, конечно, намного усугубляет прогноз. С позиции терапии что важно? Ну, наверное, сегодня очень много говорилось в первую очередь про этиотропную терапию, про антибиотики, но пневмония – это та самая проблема, где обойтись без этого невозможно. Но я расширю эту тему тем, что больные с тяжелой пневмонией требуют определенных методов респираторной поддержки, требуют методов терапии сепсиса и септического шока, но и, наконец, есть так называемая дополнительная терапия, которая тоже позволяет улучшить прогноз пациентов с тяжелой пневмонией. Говоря про антибиотикотерапию, ну, наверное, вы сегодня много видели информации про возбудители. С точки зрения того, чем вызвана тяжелая пневмония, половина всех случаев по-прежнему относится к возбудителю пневмонококу, но обратите внимание, до сегодня достаточно большая доля тяжелой пневмонии связана с вирусными инфекциями. Но на самом деле, как мы будем лечить таких пациентов, если это не грипп? Ответа на этот вопрос нет. Есть проблема, но пока он остается без ответа. И достаточно большая группа, она не такая большая, как доля больных с пневмонией пневмококовой, связана с грамотрицательной инфекцией, в том числе и с синегной палочкой. И наша российская рекомендация, в общем-то, достаточно четко позволяет статифицировать тяжелых пациентов с точки зрения назначения антибиотикотерапии. Итак, пациенты без риска инфицирования синегной инфекции должны получать антибиотики. Ну какие? Ответ простой – бета-локтамы плюс, наверное, предпочтение сегодня дается макролидам. То есть это та схема терапии, которая как раз используется у тяжелых пациентов. Больные с факторами риска синегной инфекции. Ну а в основном антисинегнойные препараты – это карбопенемы, это цефалоспорины четвертого поколения, то, что мы обычно назначаем в практике, но закамиальных пневмоний. Но здесь схожая флора, схожие возбудители. Ну, наконец, больные с аспирацией должны получать такие препараты, как защищенные пенициллины или карбопенемы. С позиции ответа на вопрос, как долго лечить, вы сегодня информацию получили от профессора Зайцева. Но когда начинать лечить? Ответ простой – чем раньше, тем лучше. И сегодня есть масса исследований, которые подтверждают это правило. Один из последних обзоров – это, опять же, гигантский обзор практики ведения пневмонии в Великобритании. Разделили пациентов по времени получения первого антибиотика. И обратите внимание, что самые лучшие исходы у тех пациентов, которые получили антибиотик в более раннее время. То есть это риск летального исхода. Риск самый маленький здесь – 4 часа. Но говоря о тяжелой пневмонии, многие эксперты еще больше закручивают гайки. Многие говорят, что не 4 часа, а 1 час. То есть это правило так называемого «золотого первого часа». Именно в первый час надо ввести антибиотик, чтобы прогноз пациента был лучше. Но говоря о комбинации, опять же, есть огромное число исследований, которые изучают, сравнивают комбинацию бета-локтам плюс макролид против просто бета-локтама. Рандомизированных исследований в этой области практически нет. Но если брать среди этих исследований те, которые посвящены тяжелой пневмонии, пример здесь – пневмония плюс септический шок. Опять же мы видим преимущество такой терапии. Добавление макролида к бета-локтамам позволяет улучшить прогноз. Почему? Ответов много. В том числе, возможно, не отрицаются и противовоспалительные свойства этих макролидов. Респираторная поддержка. Респираторная поддержка в этом области не только реаниматологов. Дело в том, что многие терапевты должны начинать у себя на месте респираторную поддержку. Но, безусловно, некоторые виды требуют действительно специалистов очень узких, специалистов очень высокого класса. Допустим, ЭКМО, увы, эта методика не для терапевтов. Итак, если говорить про респираторную поддержку, наши методы – кислород, вентиляция масочная, неинвазивная, вентиляция инвазивная, ну и, наконец, экстракорпоральная мембранная оксигенация. С позиции того, когда мы назначаем кислород, обратите внимание на два показателя – сатурация и парциальное напряжение кислорода. Парциальное напряжение кислорода мы получаем при помощи газоанализатора. Методика далеко не везде доступна. Обычно это отделение интенсивной терапии. Но, что касается сатурации, методика доступна везде. Любому специалисту, любому терапевту, любому пульмонологу. Если мы видим сатурацию ниже 90, это показания кислородотерапии. Что нового в кислородотерапии? Новое здесь есть. Начиная с этого года в Российской Федерации в том числе внедряется такая методика, которая называется высокопоточная кислородотерапия с помощью носовых конюль. Но обратите внимание, носовые конюли. Толстые, да, они отличаются от того, что мы привыкли видеть, но это не случайно. Через эти конюли подается поток кислорода-воздушной смеси до 60 литров в минуту. Это не ошибка. 60 литров в минуту. И что удивительно, вот этот самый гигантский поток, он очень хорошо кондиционирован. Он увлажнен и подогрет. Поэтому пациент отлично переносит такие гигантские потоки. Что это дает? На самом деле это не только кислород. Это масса физиологических эффектов. Это вымывание СО2, потому что поток большой. Это небольшое положительное давление. Это отличная сохранность и целостность эпителия. И не будет никаких проблем с выделением мокроты. И в целом эта методика сегодня изучена во многих рандомизированных исследованиях. И что оказывается? Что часто она, эта методика высокопоточной кислородотерапии, является альтернативой интубации трахеи. Одно из исследований, больших исследований, наши французские коллеги изучали пациентов с гипоксимической дыхательной недостаточностью. Половина из них была с пневмонией, даже чуть больше. И что удивительно, самая высокая выживаемость – те пациенты, которые получали высокопоточную кислородотерапию. Методика несложная. Здесь не нужно интубировать, здесь не нужно подбирать маски. Конюли размеры отличаются, но по сути дела они очень похожи. Поэтому у этого метода очень большое будущее в практике ведения пациентов с дыхательной недостаточности. Что дальше? Неинвазивная вентиляция легких, то есть вентиляция через маску. Обычно эта методика используется только в условиях стационара, либо в условиях отделения, либо в условиях реанимации. Главное достоинство – маска неинвазивна. Нет инвазии, трубка не стоит в дыхательных путях. Намного меньше будет осложнений и механических, и инфекционных. Неинвазивная вентиляция легких – сложный метод для пневмонии. Лишь у небольшой части больных его можно применить. С точки зрения патофизиологических механизмов действия, они есть, но обратите внимание, здесь представлена нормальная ткань зеленым цветом. До неинвазивной вентиляции, после. Метод с положительным давлением позволяет раскрыть альвеула. Мы видим, что появляется больше вентиляционных участков. Говоря о том, каким пациентам. На самом деле методика обладает своими положительными эффектами. Уменьшается число интубаций, улучшается оксигенация, улучшается работа дыхания. Но обратите внимание, есть очень важный критерий, который нам позволяет прогнозировать неудачи неинвазивной вентиляции легких. А именно отсутствие эффекта через час. Что это означает? Накладываем маску, в течение часа происходит респираторная поддержка. Если через час мы видим, что нет того, чего хотим добиться, можно дальше пациента переводить на искусственную вентиляцию легких, интубировать. То есть часы это отнюдь не потерянное время. Мы можем с помощью неинвазивной вентиляции легких легко продолжать нашу дальнейшую респираторную поддержку. Но говоря о респираторной поддержке, если коротко, больных с тяжелой пневмонией вентилируют по тем же правилам, как больных с ОРДС, острый респираторный дистресс-синдром, то есть так называемая протективная вентиляция легких. Эти параметры наши реаниматологи сегодня очень и очень хорошо знают. Есть ли такая картина? Поможет ли здесь искусственная вентиляция легких? Нет. Нет ткани, которую можно раскрыть, которую можно вентилировать. Но этот пациент опять же не потерян. Есть экстракорпоральная мембранная оксигенация. Как я уже говорил, узкие специалисты, но помните, что в Москве есть центр, куда можно переводить и таких, казалось бы, безнадежных пациентов. И этот метод позволяет спасти жизнь нашим тяжелым больным с тяжелой дыхательной недостаточностью. Лечение сепсиса. Ну говоря о сепсисе, сегодня вообще критерии подхода к сепсису изменились. Новая концепция говорит о том, что сепсис – это инфекция, которая приводит к развитию органной дисфункции. То есть, если есть понимание, плюс почечная недостаточность, плюс сердечная недостаточность, шок, плюс печеночная недостаточность, дыхательная недостаточность – это сепсис. И на самом деле многие наши больные отвечают такому критерию. И говоря о сепсисе, имеется такая простая схема, в принципе, она должна быть у каждого специалиста по интенсивной терапии. Здесь ничего сложного нет. Это измерить лактат. Лактат сегодня есть в каждом газоанализаторе. Он доступен. Выполнить забор крови на культуру, назначить антибиотики, назначить растворы до 30 мл на килограмм. И лишь потом вазопрессор не начинать с норадреналина, с допамина и так далее, с начала раствора. Ну и далее здесь мы видим, что мы ориентируемся на так называемые гемодинамические маркеры. Цель – улучшить центральное венозное давление, улучшить центральную сатурацию и нормализовать лактат. То есть, таким образом, как бы простая последовательность событий позволяет бороться с тяжелым осложнением, как сепсис. С точки зрения дополнительных методов терапии, про что идет речь? Это, опять же, поле уже пульмонолога. Как правило, реаниматологи этой области не знают. Есть несколько дополнительных методов, позволяющих улучшить течение больных с пониманием. Они достаточно спорные. Глюкокортикостероид 1, иммуноголбулина 2, НЦТЛ 3. Говоря о глюкокортикостероидах. Итак, мы имеем пациента с тяжелой инфекцией и будем или не будем назначать ему глюкокортикостероиды. На самом деле, спор ведется уже на протяжении более 30 лет. Есть почти два десятка рандомизированных исследований. Но, на мой взгляд, один из алгоритмов, который позволяет нам сегодня как-то ориентироваться в этой области, является недавно проведенное исследование нашими коллегами из Каталон. В последнее время показали, что назначение глюкокортикостероидов позволяет уменьшить риск неудач терапии. В целом, наши коллеги предлагают такой логарифт. Итак, мы оцениваем пациента. Если у него есть подозрение на грипп, мы ему глюкокортикостероиды не назначаем. Это опасно. Они увеличивают репликацию вируса. Если есть осложнение диабетка, в отечении ЖКТ, тоже назначать стероиды не будем. Это опасно. Далее, ориентируемся все на тот же самый ЦРБ, ЦР-реактивный блок, про который сегодня так много говорили. Если он высокий, более 150 грамм на литр, то вполне возможно, что глюкокортикостероиды пациенту помогут. Но, обратите внимание, длительность и доза. Метилпенизолом 0,5 на килограмм веса каждые 12 часов 5 дней. Все. Короткие курсы. Длительные? Нет. Здесь тогда мы имеем какой-то шанс получить эффект от этой противовоспалительной терапии. Иммуноглобулины внутривенные. Сегодня они часто назначаются по поводу, без повода. Но с точки зрения этих иммуноглобулинов, есть доказательства только тех, где кроме G есть компонент А и особенно компонент иммуноглобулина М. То есть эта терапия у пациентов с сепсисом, опять же, позволяет уменьшить летальность как у взрослых, так и у детей. Но исследований мало. Сегодня проводится большое исследование в Германии, абсолютно выполнено по всем правилам, рандомизировано, контролируемо и так далее. Ответ, наверное, в ближайшие годы мы получим. Эноцетилцистерин. Высокие дозы. Используется как эноксидант, не как муколитик. Но исследование, автором которого был Андрей Станиславович Белевский, профессор Тюрин. Обратите внимание, большую дозу эноцетилцистерина внутривенно вводили пациентов с пневмонией, 40 мг на килограмм веса. И оценивали очаг поражения по данным компьютерной томографии. Достаточно часто проводился этот метод. Но вывод на фоне антиоксидатной терапии быстрее проходит разрешение этой самой пневмонической инфильтрации. Метод не заменяет антибиотики, он помогает ускорить разрешение проблемы. Ну и, наконец, методы, которые позволяют удалять секрет, мобилизовать и удалять секрет. Сегодня такие методы есть. Высокочастотные колебания или компрессии грудной клетки, высокочастотная перкуссионная вентиляция. Те методы, которые направлены на то, чтобы секрет расшатать, то есть мобилизовать, и потом его удалить из верхних дыхательных путей. Но, обратите внимание, сегодня мы ориентируемся на так называемые исследования близкие с тяжелой пневмонией, но не из этой области. Антомизированное исследование здесь, по сути, дело одно. Выполнено для пациентов с носок аммиальной пневмонии. Это высокочастотная перкуссионная вентиляция позволяет намного улучшить состояние пациента. Почему? Мобилизует секрет, меньше риска от эректазов, меньше риска других повторных осложнений этой терапии. Ну и короткая памятка для введения больных с тяжелой пневмонией в стационаре. Оценка риска, раннее назначение растворов, быстрое улучшение оксигенации, антибиотики, ну и рассмотреть показания к переводу в отделение реанимации интенсивной терапии. Спасибо. Спасибо большое.